Почему 100 тысяч геймеров уже выбрали GAPESTORE.RU? Потому что скидки длятся круглый год, а ключи берутся напрямую у издателей и продаются по низким ценам и без комиссии. Покупай игры на GAPESTORE. Ссылка в описании. Слушайте, этот год обещает быть довольно неплохим в плане игр, но больше всего я жду проект студии Warhorse под названием Kingdom Come Deliverance. И это не просто, о боже, игру анонсировали в начале года, теперь придется ждать до ноября, как же сильно хочется поиграть. Нет, это далеко не так, потому что я жду этот проект, внимание, 4 года. И думаю, многие любители жанра RPG тоже. Поэтому давайте поговорим об этой игре более детально. И я объясню, почему вокруг нее столько шума. Начну издалека. Дело в том, что Kingdom Come Deliverance это RPG от первого лица. Но в то же время игра отличается тем, что в ней нет фэнтези-составляющей. То есть, никакой магии, волшебников, фаерболов и девушек в абсолютно непрактичных доспехах. Но все же, почему люди так активно следят за проектом студии Warhorse? И вот мой ответ. Дело в том, что как бы иронично это не звучало, но в жанре фэнтези-рпг уже давно нет никакой фантазии. Ведь кто-то когда-то придумал стандарты, и люди почему-то думают, что они должны им следовать, вообще не задавая вопросов. Поэтому в каждой новой игре этого жанра есть эльфы, гномы, магия, похожие враги, драконы. А главный герой обычно какой-то избранный. Это все так уже достало. И такие игры, как Kingdom Come Deliverance, это глоток свежего воздуха. Ну и в принципе таких игр мало. Можно вспомнить Mountain Blade, но играть в это я не собираюсь. Причина простая. В игре нет никакого сюжета. Вот абсолютно. Конечно, сеттинг проекта это очень важная вещь. Но это не единственный повод, почему я жду эту игру. Есть еще три причины. Это рпг от первого лица с открытым миром. Это очень круто, потому что многие годы БССД была практически монополистом этого жанра. А сейчас нас ждет свежий взгляд на старую концепцию. Плюс много новых идей уже от этих разработчиков. И думаю это довольно неплохо. Вторая причина простая. Я верю в разработчиков. Почему, спросите вы? Ну, например, создатель игры это Дэниль Вавра. Именно он подарил нам первую и вторую мафию. Не могу сказать, что я прям любитель этих игр. Но в них определенно что-то есть. Игра предлагает нам кучу возможностей. Нелинейный сюжет. Крутую боевую систему. Которая требует от игрока определенного скилла. Ща я покажу этому сопляку. Супляку. Также есть много квестов. И только игроку решать, как их выполнить. Все зависит от вашего выбора. Еще разработчики завезли довольно проработанный открытый мир. Довольно неплохую диалоговую систему. Стелс. Возможность собрать отряд для штурма крепости. Конечно, есть прям необходимые фичи. Например, можно соблазнять женщин для того, чтобы показать им сеновал. Если вы понимаете, о чем я. Ну и так далее. И тому подобное. Все это звучит довольно неплохо. И если реализация не подкачает, то скорее всего нас ждет одна из лучших игр за последние несколько лет. Естественно, есть опасения. И вот пару вещей, которые меня волнуют. Начнем с боевки. Понятно, что мы будем часто драться. Но немного истории. Обычно в играх разрабы создают зрелищную боевую систему. Во главе стоят хореография и удобное управление. В других играх нужно просто быстро нажимать на кнопку атаки. Есть еще слэшеры, где большие мечи, мясо летит по сторонам, белая дейская челка и так далее. Казалось бы, разные боевки. Но их объединяет одно. Нереалистичность. В то же время Kingdom Come Deliverance именно претендует на реализм. И в принципе я не знаю, хорошо это или плохо. Поначалу, возможно, это интригует. Но допустим, будет ли интересно играть с такой боевкой 30-50 часов. Потому что все время нужно махать мечом вот таким вот образом. Поэтому я должен сам попробовать эту боевую систему. Тогда уже скажу наверняка, плохо это или хорошо. Кстати, местами звук не особо радует. Например, вот это. Также странно смотрится охота. Но больше всего меня волнует сюжет. Дело в том, что это типичное, клишированное. Они убили мою семью. За что? Я буду мстить. Собственно, это сюжет игры. Месть. Я от этого уже сильно устал. Прям уже не могу. Но надеюсь, что все не так банально. Дело в том, что в принципе Kingdom Come Deliverance может стать лучшей игрой этого года. Ну или хотя бы лучшей в рамках жанра RPG. Понимаете? Эта игра просто обязана быть классной. Во-первых, потому что ее разрабатывают больше 6 лет. Во-вторых, девелоперы знают свое дело. В-третьих, делают они качество, а не количество. Поэтому мир игры хоть и не особо большой, но в нем тона всяких задач и просто интересных вещей. Очень жду эту игру. И как только она выйдет, поиграю и, конечно, сделаю обзор. Кстати, если хотите, можете предзаказать игру на GapStory. На данный момент там неплохая скидка, так что советую. На этом у меня все. И как вы видите, я делаю ролики не только про Ассасина. Собственно, как я и обещал. Так что если понравилось, то поддержи лайком и подпиской. Также заходи в мою группу. Там довольно весело. Ну а пока, до скорого, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok